В Днепропетровске студентов опять обманули. Студенты Национальной Металлургической Академии Украины в Днепропетровске... А-а-а! Закончилось хэппи-эндом. Забеба Ньюс в эфире. Добрый... Внезапно в Днепропетровском Горсовете образовалась коалиция. Все пошли в гости по зову Валентина Резнеченко и вышли оттуда уже околиченные. В коалицию вошли самопомощь, укроп и... Внимание на экран... Часть оппозиционного блока. В общей сложности достаточное количество депутатов для того, чтобы принимать важные для города решения. На присухе, сразу после встречи у Резнеченко, Борис Альбертович сообщил, что уже 29-го сессия будет... Что на этой сессии будет принят новый секретарь. Видимо, это обозначает, что Загид Геннадьевич Краснов таковым быть перестанет. И все заживем бурно и счастливо. Буквально накануне этих ярких событий Забеба здорово прокатила баскетбольным мячом по Борису Альбертовичу. Ну, мол, с баскетболистами разговаривать хочет, а с прессой не очень. Мы же не знали, что Борис Альбертович по результатам аудита знает... Куда подевалось имущество и всего остального. Именно таким тезисом Борис Альбертович урезонивает своих политических оппонентов. Но есть одно но. Вызывает живой интерес, почему результаты этого аудита не предаются огласке. И не получается ли это случайно каким-нибудь соучастием или даже сокрытием. Косилек! Какой косилек! Очень интересно, что же случилось с оппозиционным блоком. И почему внезапно из оппозиционного блока люди побежали в коалицию. С одной стороны, конечно, очень хотелось бы, чтобы это была забота о городе. С другой стороны, есть некоторое ощущение, что вот эти вот епифанцы, григоруки, то есть ближайшие соратники господина Винкула, внезапно примкнувшие к коалиции, это есть результат некоего договора между сами знаете кем. Продолжается эпическая битва властей с варьками и выносной торговлей. Тут тоже пару вопросов имеется, и мы их сразу же задаем. Первое. Че, одни киоски сносят, а одни нет? И второй вопрос заключается в том, что, по-моему, наша новая патрульная полиция уже крепко подустала сворачивать этих напольных торгашей и сдавать их старой милиции, которая их благополучно разворачивает обратно. А тут уже сколько лет эти столы тут стоят. Я еще в тюрьме сидел, когда эти столы стоят. Активисты подключились к развлекухе. И тоже эмулируют работу ларешников. Вначале всякого мусора на площади старовокзальной, бывшей Остовского, накупят, а потом перебарыживают этим возле стен милиции. Фан такой фан. А где киоск? В стране ОС. Где? В пи***е. Генеральный конструктор КБ Южный Александр Дегтярев внезапно оказался на больничном. Ничего не напоминает история. Ну да, действительно, ведь еж там практически собрались то ли увольнять, то ли упразднять, то ли новым директором оснащать. Вообще, фокус заключается в том, что КБ Южное одно из немногих крайне живых депропетровских предприятий, которые по-настоящему ворочают международными контрактами и зелеными миллиардами. Там теперь будет якобы новый директор, и по слухам, этот новый директор какой-то комбат из какого-то народного фронта. Мы так-то ничего не знаем, только слухи. Полиция готовится к переаттестации. Речь идет не о патрульной полиции, с которой уже практически все в порядке, а о тех милиционерах, которые непосредственно делами ворочат. Их должны в ближайшее время переаттестовать. И по этому поводу наметился тоже довольно бодрый кипиш. Разъясню, в чем дело. 80% рядового состава проходит эту переаттестацию легко, а 20% руководящего состава едва-едва пролазит. А вот самый главный милиционер, господин Репешко, уже решает логические задачки в рамках подготовки, а на полиграф садиться не сильно горит желанием. Снова обострилась ситуация вокруг военного госпиталя на улице Комсомольской. Казалось бы, почти все наладилось. Еще чуть-чуть и госпиталь, и сцепкий хлап казахского ВТБ банка, и российского БТА банка, или там наоборот, черт их пойми, трехбуквенных этих негодяев, отбили, отбили и вернули городу. Но нет, высший хозяйственный суд снова вернул все дело в первую инстанцию. Заново закрутилась вся тема. Не прикольно. Как известно, в центральной части города у нас идет строительство метрополитена, как раз в районе площади Героев Майдана. И вот 26 февраля, совершенно внезапно, но задолги, там перестанут откачивать из вот этих вот подземных огромных дыр воду. Плохи у вас дела. Чем это чревато? Тем, что за 10 дней эти выработки будут полны воды. И, может быть, что-нибудь в центральной части города немножко провалится. У вас дела не просто плохие, а еще хуже. Хороших новостей на этой неделе три. Во-первых, Дипропетровс присоединился к системе е-петиций. Это значит, что теперь любой горожанин может сгенерить какую-нибудь инициативу, за нее проголосуют люди и городсовет должен будет ее рассмотреть. Во-вторых, жирная точка поставлена в теме переименований. Все, коммунистических названий больше нет. Это прекрасно. И в-третьих, на рубль подешевел проезд до сухачевки. Это благодаря конкуренции между переводчиками на этом маршруте. Чем больше, тем лучше. На сегодня все. В следующем выпуске мы разыграем охапку ценных призов. Подписаться есть резон прямо сейчас. Ну и, конечно же, поставить лайк. Субтитры сделал DimaTorzok